Умная техника, гениальные изобретения, нетривиальные решения и много высоких технологий. В эфире телеканала Хабар 24 проект ХайТек в студии Иван Тулинов. В течение следующих нескольких минут мы расскажем, как будет меняться наш мир благодаря технологиям. Неэффективные санкции. Пару лет назад в Европе вслед за США началась настоящая травля китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei. Компании пришлось уйти с европейского рынка. Но вот что интересно. Старания чиновников и конкурентов привели к тому, что в выигрыше все равно осталась китайская компания. Просто другая китайская компания. Недавнее исследование CounterPoint Research показало, что компания Xiaomi извлекла максимальную выгоду из ухода компаний Huawei с рынка смартфонов в европейском регионе. У бренда самый большой рост в годовом исчислении в сегменте смартфонов среднего класса. Это благодаря хорошей линейке моделей и агрессивному маркетингу. Исследователи CounterPoint Research проанализировали ценовой диапазон от 250 до 500 долларов. Именно в нем прежде отлично чувствовали себя продукты Huawei. После ухода из всех конкурентов именно Xiaomi продемонстрировала самый большой рост в годовом исчислении в этом ценовом сегменте. Падение рыночной доли Huawei также отразилось на росте других китайских брендов, таких как Oppo и Vivo. Они тоже укрепили позиции на рынке старого света. Львиная доля пользователей 5G живет в одной стране. И это страна КНР. Недавно в Пекине прошла китайская интернет-конференция 2021 года, организованная сообществом КНР. На ней был представлен отчет о развитии интернета в Китае. Данные показывают, что в 2020 году интернет-индустрия Поднебесной стремительно развивалась. По состоянию на конец 2020 года количество пользователей сети 5G в Китае превышало 160 миллионов. В этой стране живет 89% пользователей мобильной связи пятого поколения, а общее количество пользователей интернета в стране примерно 989 миллионов. Уровень проникновения интернета почти 70,5%. В Китае построена крупнейшая в мире оптоволоконная сеть и независимые сети 4G и 5G. В стране работает 916 тысяч базовых станций 5G. Это 70% от общемирового количества. Число подключений 5G в Китае более 365 миллионов, то есть 80% от общего количества в мире. При этом КНР планирует усилить инвестиции в базовые ключевые технологии, и правительство собирается способствовать развитию промышленного производства и модернизации производственной цепочки в сфере коммуникаций. Подтверждено, что Китай активно работает над технологией 6G. История может повториться, и Китай снова опередит США и вырвется вперед с очередным поколением связи. Атомная энергия для космических путешествий. НАСА собирается заняться созданием ядерного двигателя внеземного транспорта. Вместе с Министерством энергетики США НАСА отобрало три предложения по проекту концепции реактора для ядерной тепловой двигательной установки. Каждый контракт оценивается примерно в 5 миллионов долларов. Уже известны победители этого космического тендера. Ядерный двигатель для американцев могут построить следующие компании BWX Technologies. Фирма будет сотрудничать с Lockheed Martin. General Atomics Electromagnetic Systems будет работать вместе с X-Energy LLC и Aerojet Rocketdin. И компания Ultrasafe Nuclear Technologies of Seattle будет сотрудничать с Ultrasafe Nuclear Corporation. Blue Origin, General Electric, Hitachi Nuclear Energy и другими. Каждый контракт рассчитан на 12 месяцев. НАСА надеется использовать полученные данные, чтобы заложить основу для создания новых технологий. Ядерный двигатель, благодаря высокому КПД, может позволить сделать космические перелеты более быстрыми и снизить риски, связанные с продолжительным нахождением человека в космосе. Роботы получили дипломы вместо учеников. Это уже второй год, когда из-за карантинных ограничений приходится отменять вручение аттестатов, дипломов и выпускные вечера в образовательных учреждениях. На Филиппинах нашли способ совместить онлайн и оффлайн формат таких мероприятий. В городе Тагик учащиеся средней школы приняли участие в необычной церемонии вручения дипломов. Они присутствовали на ивенте виртуально с помощью видеосвязи. Лица выпускников можно было видеть на экранах планшетов, которые были закреплены на движущихся роботах. Видео с мероприятия транслировалось в прямом эфире на Facebook. Субтитры создавал DimaTorzok